Доброе утро, дорогие друзья! Пятница, отличное время, чтобы перестать близкие нам памятные даты вместе с нашими общими друзьями, замечательными гостями программы «Мартиза». Начинаем! Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. Я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. 3 июня – день рождения замечательного актера, режиссера, завораживающего рассказчика и нашего друга Всеволода Николаевича Шиловского. Но поскольку сегодня не просто пятница, а первая пятница – лето, очень хорошо в этот день окунуться в морозную, холодную, зимнюю деревню. Василий Шукшин, Верли. Давно не читал, поэтому как получится, так и получится. Зима, мороз. Село коптит встылое ясное небо серым дымом. Пройдет бабка с йодрами на коромысле. Даже сквозь двойные рамы слышно, как хрустит под ее валенками тугой крепкий снег. Залает собака с дуру и замолкнет в мороз. Люди по домам, в тепле, разговаривают, обед налаживают, обсуждают близких, есть – выпивают. По воскресеньям наваливалась какая-то тоска, знаете, вот внутряная, едкая такая. И вот в одно такое мучительное воскресенье Максим, 40-летний мужик, злой, порывистый, стоял у окна и смотрел на дорогу. Ну и что? Сердится думал Максим. Вот точно так же было сто лет назад. Что, ну вот, и всегда так будет. Вон идет Ваньке Малафееву сыну. А я помню, когда я таким был, и он таким же. А у тех такие будут, а у тех такие. И все. А зачем? Совсем тошно стало Максиму. И тут он вспомнил, что к Илье Лапшину в гости приехал родственник жены. А родственник тот поп. Ну, самый натуральный поп с волосами. Приехал лечиться у него с легкими там. А лечился он барсучьим салом. А барсуков ему доставал Илья. У попа было много денег, и они часто пили с Ильей спирт. Поп пил только спирт. В общем, Максим пошел к Лапшине. Поп и Илья. Как раз сидели за столом, пили спирт и беседовали. Илья был уже на развезьях, клевал носом, бубнился. В таз, кисель, в эти, эти, приисус сразу двадцать барсуков. А мне столько не надо. Надо три. Хороших, жирных. А я могу прийти. А ты сам выбирай, как я пала. Главное, чтобы ты оздоровел. Попу было скучно с Ильей. И он обрадовался, что пришел Максим. Что? Спросил поп. Душа болит. Вот пришел узнать, у верующих душе болит или нет. Спирт хочешь? Нет, я не для того пришел. То есть нет, я быть могу. Вот у тебя душа болит или нет? Попу налил в стакан и спирт. Подобнил графин с водой. Разбавляй по вкусу. Поп был крупный. Мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Глаза у папы были умные, хитрые. Смотрел он пристально, даже нахально. Такому бы не кадилом махать, а от алиментов скрываться. И никакой мордой не пасхальная. И не с таким рылом горести печали человеческие распутывать. Но! Максим сразу почувствовал. С попомниму жутко интересным. Душа болит. Болит. Так. Поп выпил, промокнул губы скатертью крахмальной уголочкам. Начнем подъезжать издалека. Поэтому, слушая внимательно и не перебивая. Да, и не кури, пожалуйста, или отойдет. Вот кот души не смотри там. Максим поспешно загасил, а подошву сапога и для вежливости спросил. Чего с легкими-то? Болит. Кратко и неохотно ответил поп. А портсучатин помогает? Помогает, сын мой занюханный. Ты чего? Я спросил не перебивать. Я спросил уж насчет легких. Ты спросил, от чего болит душа. Я кратко и доходчиво нарисую тебе картину мироздания. Чтоб ты, душа, обрела покой. Поэтому слушай внимательно и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Ну иначе зачем? Но! Представь себе. Победил и добро. Победил Христос. Но! Тогда зачем он нужен? Надобность нём отпадает. Ибо это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную высшую силу и в вечный порядок, который будет. В коммунизм, что ли, нам не положено. Опять перебивать. Нет, ты не торопись. Ты понятнее. А я понятно говорю. Я хочу верить в вечное счастье, в вечный порядок и в вечную высшую силу, которая всё это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу верить, что эта сила победит. Иначе зачем всё? Но! Ежели, как человеку мне не дана, и узнать, и понять это, я тогда отказываюсь понимать своё пребывание здесь, на земле. Вот о чём я думаю. И ты со своей больной душой пришёл точно по адресу. У меня тоже больная душа. Только ты-то пришёл за готовеньким ответом. А я сам пытаюсь дочерпаться до дма. Но это океан. И нам стаканами его не вычерпать. И когда я глотаю эту гадость, пот выпил, когда мы произносим это, мы черпаем из океана надежды достичь дна, но стаканами. Стаканами! Сын мой, круг замкнулся, мы обречены. Прости, один вопрос. Валерий. Да какой-то странный пух. Листаки попы бывают. А я человек. И ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник. Правда, несколько с молодейным. Потому что никто его при жизни за Бога-то не почитал. Нет. Если я правильно понял-то, Бога-то нет. Наливай. Налей, сын мой, простодушный, мне спирту. Разбавь на 25% водой и себе налей. Налей, сын мой, простодушный, и да увидим дно. Поп выпил. Вот теперь я тебе скажу. Бог есть. И имя Ему. Жизнь. Вот в этого Бога я верую. Это могучий, суровый Бог. Он предлагает и добро, и зло вместе. Это, собственно, и есть рай. Почему мы решили, что добро непременно должно победить зло? Зачем? Вот ты пришел ко мне, ведь не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь, оглопаешь глазами-то. И делать вид, что тебе интересно слушать. Молчи. Не менее интересно мне понять, что все-таки не спирт тебя привел сюда, а истина. И уж совсем, конечно, интересно стоить. Что же для тебя важно? Душа тебя привела или спирт? Ты видишь, я работаю башкой. Мне страшно пожалеть тебя, сиротинушку мелкую. Поэтому в соответствии с моим Богом, я говорю, душа болит, хорошо. Хорошо. Ты хоть зашевелился ядре на матч. А так ведь сидел бы сейчас с равновесием душевным. И с печки тебя не сточить. Поэтому пляши, живи. И не бойся, что на том свете будешь сковородки языком лизать. Ибо на этом свете ты спал на полу. И рай, и ад. Поп, говорю, громко, лицо уплыло, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить. Верь в жизнь. Всем все это кончить? Не знаю. Куда все устремилось? Тоже не знаю. Но мне крайне любопытно бежать вместе со всеми. И если будет такая возможность, то и обогнать других. Но если кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает мне бяку в виде подножки, я встану и дам в рыло. И никаких там подставь правую. А дам в рыло и бац. А если у него кулак зря ей. Значит, такая моя доля за ним бежать. А куда бежать? Тебе-то какая разница? Все в одну сторону. И добрые, и злые. А я вот не чувствую бежать куда-нибудь. Значит, слаб в коленках, как вареный петух. Попера. А если я сейчас полбу разочеку, как врежу. Поп густо и громко. Я при больных-то легких расхохотался. Видишь, показал он свою рычищу. Надежно ей произойдет естественный отбор. Я ножом. Пять лет. У меня зарастет, ты будешь тянуть. А я ржё принесу. Посадят. Расстреляют. Ну, наливай. Ты на самолётах-то летал? Ну, много раз. А я вот сюда. Первый раз летел. Градиот. Когда я садился в него, я подумал, что если этот летающий барак навернётся, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Но когда он оторвал меня от земли и понёс, я даже погладил его по боку. Молодец. В самолёт верую. Вообще в жизни много интересного. Вот Есенин мало прожил. Точно с песню. Будь эта песня длиннее, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. А, а вас вон в церкви-то как заведут? А у нас не песня. У нас стол. Любишь Есенин? Люблю. Споём. Я не умею. Ничего, ты подтягивай, только не мешай. И поп загудел. Проклён, заледенел. Так умной и густой, что даже в груди защемил. А на словах, ах ты сам, я что-то стал совсем не стойким. Он вдруг ударил кулаком в столешницу. Затряс гривой и заплакал. Милый, милый, любил крестьянина. Жалел, а я вот тебя полюбил. Поздно, поздно. Справедливо, справедливо. Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа. Отец, отец, слушай, не хочу, ты славкалён. Я тебе на первом километре тубик сделаю. Молись, поп встал. Да пошёл ты. Поднял зашиваться, сказал, повторяй за мной веру. Веру, громче, торжественно. И они вместе зорали. Верою. Дальше поп пошёл один. В авиацию. Механизацию сельского хозяйства. Научную революцию. Космос и невесомость. Ибо это объективно. Ну! И они вместе заорали. Верою. Дальше поп опять пошёл один. Верою. Большие, вонючие города. Верою, что все скоро разбегутся. Пойдут обратно в чисто поле. Ну! И они вместе заорали. Верою. Когда Илюха продрал глаза, он увидел, что громадина поп бросал свое тело по горлице, бил себя по груди и бокам и кричал. А вокруг него мелко под бочей сработал Максим. Иха! 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 Илюха посмотрел, посмотрел. И тут же пустился в пляс. И они все трое во главе с раскалённым попом пошли плясом кругом. Кругом! 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 Верою! Первый июня – день рождения Евгении Симоновой. Мне кажется символично, что лето у нас начинается с дня рождения такой светлой, солнечной принцессы из обыкновенного чуда. Ну а вместе с Евгением мы можем вспомнить ещё двух недавних именников. 25-го мая – день рождения Евгении Бочурина, а 16-го – Игоря Северянина. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил её Паш. Было всё очень просто, было всё очень мило. Королева просила перерезать гранат, и дала половину, и пожа истомила, и пожа полюбила вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозова, до рассвету рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где ажурная пена, где волна бирюзова, и соната пожа. И мне бы хотелось петь ещё одного поэта, Евгения Бочурина, который называется «Дерево, вы мои дерева» из телеспектакля «Лика». Дерево, вы мои дерева, что вам головы гнуть, горевать. До беды, до бары, шумны ваши шатры, Терема, терема, терема. Я волнуем и вечно томим, Плыхаем дыханьем земным. Что ни день, а то весна, Что ни ночь, а то весна. Зелено, зелено, зеленым. Мне бы броситься в ваши леса, Убежать от судьбы колеса. Где внутри ваших крон Все малиновый звон. Голоса, 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 Говорят, как под ветром трава. Не поникнет моя голова, Я не верить бы рад В то, о чём говорят. Да слова, всё слова, всё слова, Зарезным, задубовым столом Помянут нас недобрым вином. А как станут качать, Да начнут величать Топором, топором, топором. Ах, вы, рощи мои, дерева, Не рубили бы вас на дровах. Не чернели бы пни, Как прошедшие дни, Дерева бы мои, дерева. Не чернели бы пни, Как прошедшие дни, Дерева бы мои, дерева. Романс. Тем более же опять на стихи Северянина. Музыка Алексея Шилыгина. Бегут по морю голубому Барашки белые резвясь. Ты медленно подходишь к дому, Полугрустя, полусмеясь. Улыбка бледно-розовея, Слетает с уст, как мотылёк. Ты цепенеешь, море фея, И взгляд твой близок и далёк. Ты цепенеешь, море фея, И взгляд твой близок и далёк. Ты видишь остров, Дальний остров, И паруса, и челноки. И ты молчишь легко и просто, И вот крыло из-под руки. Не улетай, прими истому, Ступи со мной в земную связь. Бегут по морю голубому Барашки белые резвясь. Евгений Симоновый помогал композитор-музыкант Сергей Ткачёв. Ананасы в шампанском, мороженое из сирени. Пусть ваше летнее меню будет таким же прохладным и поэтичным. Пусть удача и вдохновение залетают к вам на огонёк. До новых листьев маркиз. До встречи через неделю. Пока.